Один украинский военный получил ранение во время обстрела боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Окупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из БМП. По позициям объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Гнутого, Лебединского и Павлополя. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. По-тихому боевики всячески пытаются подобраться к позициям пехотинцев. За неделю на всех участках фронта были зафиксированы с десяток подобных вылазок. Действуют группами по несколько человек. Традиционно это происходит там, где от окопов противника до наших всего лишь сотни метров. 20-летний Владислав уже два года на фронте. В армию пришел, едва исполнилось 18. Еще подросткам он решил, какой сделают выбор. Для большинства его земляков из Луганской области непонятный. Патриот из Луганской области должен защищать свою землю. Кто же, как не я. Почему вы, хлопцы из других регионов, должны воевать, а я буду сидеть дома? Это как-то неправильно. Бойцы показывают гаражи в нейтральной зоне, откуда почти каждую ночь по ним стреляют наемники. Зачистить этот сектор не могут. Рискованно. Ведь помещения заменированы. Да и зайти сюда проблематично. Сначала используется огонь из стрелецкой оружия, автомата или кулемета, чтобы отверстили внимание, по-перше. А по-друге, чтобы, используясь прикрытием шумовой зависы от пострелов кулемета, они делают пострелы снайперы. По информации нашей разведки, только на окраине Донецка, в Петровском районе, который граничит с Марьинкой, на огневые точки вышли пять снайперских групп из России. В основном, работают только снайперские группы, когда видят, как наши хлопцы работают по укреплению фортификационных своих споруд. Но в ночи, по всей абсолютно линии заткнений, отбывается массовый огонь. Артем один из тех, кто первым встречает ДРГ-врага. За плечами у него служба в израильской армии. Сравнивать боевые действия в двух странах сложно. Это даже не армия, это даже весь Израиль так живет. Родину нужно защищать. И если некоторые люди просто этого не понимают, мне их очень жаль. Потому что если бы мы все вместе это понимали, вот этого всего бы сейчас балагана не было. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова